Здравствуйте. Статистика неумолимо растет. Алтайский край сейчас один из лидеров антирейтинга по коэффициенту распространения коронавируса. Почему вирус так сложно остановить? И правда ли, что мы все им переболеем? Об этом мы не только поговорим с главным инфекционистом Алтайского края Валерием Шевченко и Ольгой Егоровой, начальником отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Здравствуйте. Я рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с того, что масочный режим у нас вот буквально неделю назад уже сточили. Не поздно ли? Ведь у нас вирус, можно сказать, еще, по-моему, до этого пошел в массы. Кто начнет отвечать? Ну, масочный режим нет, не поздно. То есть, конечно, в принципе, масочный режим в Алтайском крае был введен с 12 мая. Но, к сожалению, не всеми гражданами он добросовестно выполнялся. Точнее, мало кем все-таки он, наверное, выполнялся по своим наблюдениям. То есть, были выбраны основные позиции, где в обязательном порядке нужно было носить маски. Это торговые центры, остановки общественного транспорта и сам фактически общественный транспорт. Но если там, может быть, первую неделю, первые две недели в начале мая это соблюдали, то если мы знаем уже от июня и начала июля, практически никого нельзя было заметить в маске. Поэтому были введены в чем ужесточение? В применении административного наказания штрафа. То есть, если раньше пытались уйти только на способ убеждения... Но он не помогал никак. То есть, просто органы УВД беседовали с людьми, проводили с ними беседу, рассказывали, что это необходимо. То есть, это никак уговоры не действовали. Поэтому и ввели ужесточение в плане применения административного наказания как к гражданам, так и к юридическим лицам. То есть, сейчас любого обычного гражданина, даже, допустим, в магазине, если он без маски, могут оштрафовать? Да, и в общественном транспорте. И в общественном транспорте. И сейчас, по идее, да, раз у нас масочный режим, то должен как-то немножечко вирус приостановить свое распространение. Есть вот такие какие-то... Как бы сама маска, да, она является как защитным барьером. То есть, она защищает как самого человека от поступления извне, так и, наоборот, защищает окружающих от выделения, ну, какой-то слюны или разбрызгивания выделения во внешнюю среду. То есть, естественно, если все будут соблюдать, то циркуляция вируса во внешней среде может притормозить свой процесс. Ну, вот я уже сказала в подводке о том, что у нас коэффициент распространения растет и заметный прирост заболевших в ежедневном режиме. То есть, допустим, пару недель назад у нас 75, было 80, да, то сейчас каждый день за 200 прирост. Это с чем связано? С тем, что вот как раз масочный режим не соблюдали люди или все-таки с тем, что тестировать стали больше? Вот, Валерий Владимирович или Ольга Федоровна, кто? Ну, я начну, может, Валерий Владимирович продолжит тестировать. Мы, в принципе, начали уже давно. Определенный круг групп риска, групп эпидемиологического риска тестируются. Те, которые возможное влияние на развитие эпид-процесса. За счет чего все-таки у нас выросло количество больных? За счет того, что мы больше стали тестировать или за счет того, что люди не соблюдали режим? Ну, параллельно и тот, и тот фактор. То есть, и охват тестированием, то есть, увеличился достаточно широкий охват населения тестированием. И то, что среди этого населения люди не соблюдали режим. То есть, это два фактора. Ну, поддерживаю. Это действительно ситуация многофакторная по причине. Но еще, наверное, один компонент – это особенность течения этой болезни в популяции. У нас есть пример того, как развивался эпидемический процесс в западной части нашей страны. И мы видим, что сейчас ситуация там стабилизируется, количество заболевших изо дня в день уменьшается. Все то, что происходит за Уралом, несколько опаздывает. И, возможно, вот это наша территориальная особенность в том числе. И нам этот период просто с большим вниманием, с большим вниманием к себе, к своим окружающим, близким нужно прожить, и он обязательно пройдет. Ну, то есть, еще происходит накопление вируса. То есть, вначале было небольшое количество людей поражено этим вирусом, инфицировано. То есть, происходит накопление вируса в окружающей среде, накопление вируса среди населения. И вот оно вот дает это. И плюс еще, конечно, увеличение тестирования, оно нам позволяет и именно понимать и определять вот то самое накопление. И понимать, что большая часть пациентов, которые выявляются, они либо с минимальными симптомами, либо вообще бессимптомными. Ну вот, что касается инфицированных сейчас, достаточно много молодежи среди инфицированных. Да, вот мы даже знаем историю, которая со студенческими отрядами произошла. Вот основная причина то, что молодежь заболевает, это тоже не соблюдение каких-то правил и норм или там другая причина? В том числе. Но, опять же, у нас сейчас ситуация такая, что мы впервые с вами исторически проживаем вот то, что происходит с коронавирусом и то, что он вызывает популяцию людей. У нас, наверное, на вооружении есть только исторические данные. Вот то, что происходит, например, ежегодно по ситуации с гриппом. Ведь обратите внимание, как там развивается эпидемический процесс. Ровно так же в определенное время вовлекаются в эпидемический процесс определенные контингенты населения. И мы же никогда не говорим о том, что грипп в основном поражает только население старше 50-60 лет. И детский коллектив, и юноши, и так далее. Все возрастные контингенты, они вовлекаются в процесс. Ну, с этим вирусом все-таки изначально говорили, что больше болеют люди, ну, старше 65-ти, скажем так. Нет, говорили по-другому. Говорили о том, что тяжелее переносит эту болезнь лица старше 65-ти лет, лица, которые имеют сопутствующие заболевания соматические. Ну, получается, и молодежь болеет тяжело, да, сейчас? Здесь, скорее всего, определяет сегодняшнюю ситуацию как раз распространенность этой болезни. Если, условно говоря, на 100 выявленных пациентах мы можем сделать один вывод о контингенте, который болеет наиболее тяжело, да, то когда это тысячи, то вот эти закономерности статистики, они несколько меняются. И тогда, конечно же, и в популяции молодых людей существует такая ситуация, когда он, да, молодого возраста, но он может иметь сопутствующую болезнь. Это значительно реже, чем, допустим, встречается у лиц старше 65-ти лет, но он тоже в группе риска. И, может быть, когда это небольшое количество людей, это как-то нивелируется, и мы мало это замечаем. А когда уже вовлекается какая-то большая часть населения, это становится более явно. Это просто особенности те, которые мы, ну вот, понимаем и осознаем только сейчас при увеличении распространения этой болезни. Вот изначально говорили, ну, собственно, мне кажется, сейчас о том, что очень много людей, которые болеют бессимптомно. Вот они основные разносчики, получается, или нет? Потому что они же ничего не чувствуют. Они могут ходить там по городу, быть в магазинах, и потом, получается, заражать людей. Сказать так категорично, что только они во всем виноваты? Нет, я не об этом. Я о том, что у нас большое количество бессимптомников. Так ли это? Из тех случаев, которые мы выявляем, я думаю, Ольга Федоровна поддержит, действительно, немалая часть тех, кто бессимптомный. Это как раз к вопросу, почему мы сейчас обсуждаем ужесточение контроля за масочным режимом. Это как раз вот к тому, что человек может абсолютно себя не чувствовать больным, но при этом представляет опасность для окружающих. То есть, с одной стороны, ну, это некое такое двухстороннее движение, да, в популяции. Поэтому, конечно, вклад в распространение болезни носителя, он большой. С другой стороны, мы знаем такие закономерности, когда у пациента есть клиника, он кашляет, он чихает, да. Вделение возбудителя в окружающую среду, в окружающего пространства, оно более интенсивно. Следовательно, в большей степени является, с большей вероятностью, он будет источником для своего окружения. Но этот факт выявляется и тем или иным способом локализуется, да. Либо это происходит самоизоляция в месте, которое не будет опасным для окружающих, либо это происходит госпитализация. Ну, вот в том случае, когда пациент, человек, да, не имеет клинических проявлений, он тоже выделяет возбудителя, но с меньшей интенсивностью. Поэтому здесь вот такая вот закономерность, она, ну, в принципе, она присуща многим инфекционным болезням, передающимся воздушно-капельным путем. И здесь она ровно так же срабатывает. Поэтому бессимптомные носители, они важны, конечно, вот в особенности эпидемического процесса. Вот, кстати, что касается бессимптомников, мы прочитали где-то в интернете о том, что швейцарский иммунолог, там, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета, некто Бетт Штадлер, он назвал вообще мифом наличия бессимптомных больных ковид. И по его заверению, коронавирус – это обычное сезонное заболевание. Вот готовы ли вы поспорить или согласны с этим? Ну, здесь два понятия, да? Бессимптомность и больной. Он говорил о бессимптомности в том смысле, что эти люди, у них просто есть антитела к коронавирусу. Вот он так считает. Ну, в жизни всё-таки несколько по-другому. И сейчас же Ольга Фёдоровна не зря произнесла, перечислила контингент, который подлежит обследованию. В том числе в этом списке и контактные лица, которые объективно на момент обследования не имеют признаков респираторной болезни. Но при этом лабораторно подтверждается факт наличия у них вируса наслизистых. Ну, то есть вы не согласны с этим человеком? Да, жизнь показывает, что это не так. И то, что это сезонное обычное явление, или может быть оно когда-то станет сезонным явлением? Вот, наверное, скорее так. Когда мы проживём с вами ещё несколько месяцев, когда эта ситуация изменится, и мы надеемся и всё делаем для того, чтобы это произошло, вот тогда, наверное, несколько вернувшись назад, мы скажем с вами, да, это был такой период. И, наверное, можно назвать его сезонным. Но, опять же, говорить о сезонности у такой эпидемиологической закономерности можно только спустя несколько лет. Валерий Владимирович, ну, вы согласны с тем, что, как врач, да, что маски всё-таки не вредны для здоровья, или вы придерживаетесь, ну, какой-то своей точки зрения на это чего-то? Маски – это часть нашей работы, это обязательный атрибут и обязательный предмет, который формирует вот то, что мы называем эпидемиологической безопасностью непосредственно для медицинского работника. И уже много десятилетий маска – это часть нашей работы. И именно маска с определенным уровнем защиты на сегодняшний день позволяет сохранять здоровье медицинским работникам в тот момент, когда они оказывают помощь больным коронавирусным в ковидных госпиталях. Поэтому с позиции медицинской маска – это то, что и в некоторых случаях сохраняет жизнь человеку. Слушайте, ну, вот я сама наблюдала, сколько раз в том же магазине люди ходят, ну, сказали маски носить, нос у них открыт, где-то там на подбородке эта маска, но они как бы в маске, но на самом-то деле нет. Вот такое ношение маски, оно к чему может привести? Или они одну маску носят, ну, вот, носят с собой ее на протяжении, там, пяти дней, и вот ты зашел в магазин, и ее надевают на себя. Вот к этому как вы относитесь, как специалисты? Да, скорее всего, это, наверное, попытка следовать каким-то требованиям, не задумываясь в глубину того, для чего это требование предъявляется. Это видимость того, чтобы, допустим, беспрепятственно зайти в магазин и осуществить какую-то покупку и так далее. Насколько это правильно? Конечно, нет. Ведь правила существуют не зря, и они чем-то определены, чем-то подкреплены. Поэтому уж, коли взялись за то, чтобы одеть маску, давайте сделаем это правильно. Ну, как я уже сказала, да, то есть все зависит от правила ношения маски и от того, как человек для себя это решил. То есть он будет ее носить формально, или он все-таки действительно хочет защитить себя? По вашему мнению, не знаю, кто начнет, мы сейчас находимся на пике заболеваемости, именно Алтайский край, или все-таки у нас еще впереди рост? Ну, по крайней мере, вот на протяжении последних, скажем, двух недель мы на стабильно, так скажем, высоких цифрах и надеемся, что это будет у нас максимальный уровень заболеваемости. То есть что сейчас мы на пике? Ну, можно сказать так. Валерий Владимирович. Вероятнее всего, вот если сопоставить все то, что мы видим и по вновь выявленным случаям заболевшим, по контингенту среди заболевших, то, о чем вы сказали, и возрастные особенности распространения, и сопоставляя уже со сложившейся историей на других территориях, ну, вероятнее всего, это так. Ну, вот в обществе бытует мнение, что так или иначе мы все, да, все население там, России, Алтайского края, может быть, даже мира, переболеем. Есть ли правда вот в этих словах? Не исключено. Потому что, ну, это особенность, опять же, распространения инфекционного агента популяции. Либо переболеем, либо, опять же, по аналогии с гриппом, мы сумеем сформировать защиту популяционного определенного процента населения, если говорить про Алтайский край, который будет невосприимчив к этому возбудителю. А уж в какой форме человек переболеет, здесь, ну, сложно прогнозировать. Да, сейчас по анализу происходящего видно, кто в группе лиц, которые с большой вероятностью перенесут заболевание с клиникой или с осложнениями коронавирусной инфекции. Но то, что потенциально каждый человек, проживающий на планете Земля, может заболеть, это точно. А заболеет ли? Ну, вот тут только время покажет. Вот вирус мутирует, это мы все знаем, что любые вирусы мутируют, и вирусы гриппа. Чем это чревато для людей? И болезнь может ли протекать еще в более тяжелых каких-то формах, вот в перспективе? Если мутация очередная повышает патогенность вируса, то да. Происходит ли это с коронавирусной инфекцией? Ну, сейчас данных немало, и они несколько противоречивые. Говорить о том, что в разы увеличивается его болезнетворное качество, ну, пока не приходится. О том, что будет дальше, когда он мутирует. Ну, опять же, у нас есть пример, это грипп. Из-за того, что вирус очень изменчив, каждый год он приходит к нам вновь и вновь. Ну, к нам имеется в виду в популяции людей. И потенциально вот такой рис существует у каждого возбудителя, который быстро меняется, и, соответственно, ну, человек становится к нему вновь восприимчив, как будто бы с ноля. Как это будет с коронавирусом, ну, сложно сказать. С другой стороны, вот что удалось придумать человечеству в отношении распространения гриппа? Это вакцина, да, она каждый год меняется, антигенный состав ее меняется. Да, наверное, сказать, что мы на 100% защищены таким действием не приходится, но это что-то, это что-то, ну, достаточно значимо, да. Привитые люди не болеют тяжело, и их история не заканчивается летальным исходом. Какая-то часть людей защищена таким способом профилактики. Поэтому говорить о том, что вакцина, которая сейчас в стадии разработки, ну, потенциально неэффективна или не надо этим заниматься, абсолютно нет. Если человечество может что-то противопоставить, пусть это будет эффективно даже на 30-50% этим точно надо заниматься. 30-50% населения мы все равно защитим этим способом. Это не будет 100%, но тогда просто это нужно принять как факт и все равно работать в этом направлении. Ну, вот раз мы уже заговорили о вакцине, говорят, что вакцину изобрели, ну, по крайней мере, пишут, федеральные средства массовой информации. Будут ли ставить ее всем в обязательном порядке? Или, ну, я понимаю, что мы сейчас делим шкуру неубитого еще медведя, и все-таки будут ли ставить ее всем или как-то по группам риска? Ольга Федоровна, вот уже как-то обсуждали, может быть, этот вопрос на перспективу? Любая вакцинация, она не идет у нас 100% охвата всего населения. То есть это воздушно-капельная инфекция в первую очередь. То есть у любой инфекции, у любой вакцинации у нас есть определенные группы риска, которые в обязательном порядке подлежат вакцинации. То есть понятно, что в первую очередь будут именно те, обязательно вакцинации подлежать группы риска, которые подвержены воздушно-капельной инфекции. То есть это, в принципе, по аналогии с гриппом. Наверное, это заключительный вопрос. Сейчас же очень многие люди просто боятся, да, ездить в транспорте в общественном, ходить в магазины, потому что распространяется коронавирус в Алтайском крае все быстрее и быстрее. И на уровне панических каких-то уже настроений у людей там начинает болеть горло, появляется там в носу какая-то заложенность. Как вот им вести себя, чтобы, я не знаю, вызывать ли сразу врача, звонить ли в скорую помощь, что делать? Ну, во-первых, избавиться, попытаться избавиться от того, что вы назвали состоянием паники. Ну, сколько раз в месяц до, так скажем, ковидной истории конкретный человек проходил через эти ощущения? Сколько раз он ощущал вот эту заложенность в горле, или насморк, или вот факт, там, кашля и так далее? Вспомнить о себе, как это было раньше. А не то ли это, что, ну, периодически возникает, и как-то мало на это обращали, не обязательно ли это должен быть ковид? Ну, это первое. Ну, а другое, конечно, если происходит изменение значимой со стороны здоровья, повышение температуры тела, да, и это состояние длится уже несколько часов или переходит уже на вторые сутки, все те симптомы, которые мы сейчас перечисляем, давая характеристику коронавирусной инфекции, безусловно, это повод вызвать врача. Надо обратиться дистанционно за медицинской помощью, ну, и, соответственно, получить ее. И дальше уже специалист поможет разобраться в том, что происходит. И, опять же, нужно критически относиться и осознанно, без доли какого-то дополнительной агровации, да, к тому, что рекомендует медицинский сотрудник. Да, не сваливать все в то, что это только ковид, и больше ничего не может в данный момент ухудшиться состояние. Они боятся как раз и боятся, что вот я приболела, это у меня коронавирус, все, никакой другой болезни у меня, в принципе, быть не может. Никто не отменял другие болезни. Они идут параллельно, да, наверное, коронавирусная инфекция, коронавирус вытеснил часть респираторных вирусов, но не отменил полностью все. Не отменил полностью все остальные инфекционные болезни. И соматические болезни в том числе. Ну и, собственно, основная профилактика, основные меры профилактики, которые все должны соблюдать, Это ношение маски, дезинфекция рук и что еще? Или это вот два основных... И добавим дистанцию. И добавим дистанцию, да. Потому что в магазинах, мне кажется, даже если ты маски наделал, дистанцию до сих пор мало кто соблюдает. Если в ближайшее время придет та ситуация, когда будет доступна для человечества вакцина, эффективная и безопасная, ну, надо понимать, что никто не хочет навредить. И, безусловно, этот вопрос разрабатывается с позиции именно двух направлений. Безопасности и эффективности – это будет еще один способ борьбы с коронавирусом на популяционном уровне. В общем, ждем вакцину. И всем остальным желаем здоровья, наверное, да? Конечно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня у нас в гостях были главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко и Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.